Войска режима Башара Асада при помощи своих союзников начали масштабную наземную операцию против повстанцев в восточных районах Алеппо. Вашингтон неуверенный начало штурма говорит о том, что Дамаск и Москва отказались от идеи решения конфликта мирным путем. В США заявляют, сирийская и российская армии атакуют мирное население, медработников и сотрудников гуманитарных миссий. По последним данным в осаждаемых районах города в ловушке оказались около 250 тысяч человек. США могут ввести новые санкции против России из-за ситуации в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст. Он отметил, санкции – единственный действенный инструмент. При этом в Белом доме говорят, ограничительные меры не будут вводить в одностороннем порядке. Решения о применении новых санкций будут принимать в тесном взаимодействии с партнерами, что сделает их более эффективными. Эрнст напомнил, США считают Россию ответственной за ситуацию с гуманитарным конвоем ООН, который подвергся обстрелу недалеко от Алеппо через несколько дней после достижения договоренностей о перемирии в Сирии. После этого последовал ряд авиаударов по Алеппо, жертвами которого стали около 140 человек. Их проводили сирийские и российские ВВС. А сегодня армия Асада начала масштабный наземный штурм позиций повстанцев в городе. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не пострадал. Количество случаев нарушения режима тишины почти не изменилось. На Луганском направлении боевики несколько раз открывали огонь из легкого вооружения в разное время суток. На Донецком наиболее напряженной остается ситуация в Авдеевке. Боевики вели обстрелы из стрелкового оружия, а ночью выпустили 15 мин по позициям украинских войск. Мариупольское направление самое нестабильное. 23 обстрела, в том числе с использованием БМП. Ракету из комплекса БУК, которая сбила Боинг малазийских авиалиний, запустили из окрестностей поселка Первомайское в Донецкой области. И сейчас, и два года назад, эта территория под контролем боевиков. Об этом сообщили представители международной группы следователей. По их данным, сам комплекс ПВО доставили в Украину с территории России и после атаки на гражданский лайнер вернули обратно. Руководитель группы международного расследования по MH17 Фред Вестербеке заявил, несмотря на это, сейчас следствие поддела о катастрофе рейса пока не может признать Россию виновной. Он также сообщил, причастны к этой авиакатастрофе около 100 человек. Имена подозреваемых сейчас называть не будут, чтобы не навредить следствию, которое продлили до 2018 года. Также следователи снова заявили, украинский СУ-25 не мог сбить малазийский лайнер, на чем ранее настаивала Россия, а накануне сама же признала, что его там не было. Также установлено, что ракету не могли запустить с территории Зарочинского подконтрольного Украины. Следственная группа прокуратуры Нидерландов установила, запуск ракеты мог происходить на площади в 3000 квадратных метров и недалеко от Первомайского. Когда эту площадь отразили на карте, выяснилось, что этот поселок не входит в зону пуска. Также в рамках сбора доказательной базы по нынешнему докладу допросили 200 человек. Изучены больше тысячи контейнеров с доказательствами, из них почти 450 вошли в основные материалы расследования. Также изучены разговоры донецких боевиков о происшедшем. В Турции по обвинению в связи с проповедником Фетхулой Гюленом подготовки и участие в военном перевороте перед судом предстанут 32 тысяч человек. Министр юстиции страны сказал, всего задержаны 70 тысяч человек. Следствие в отношении остальных продолжается. Напомним, Анкара обвиняет Гюлена в организации военного переворота и требует его экстрадиции из США, где проповедник живет в добровольном изгнании. Сам он отвергает обвинение турецкой власти. У берегов Египта продолжают искать тела утонувших мигрантов. Подтвержденное число погибших возросло до 202. Трагедия произошла 21 сентября в Средиземном море в районе египетской провинции Бухейра. На борту от плавшего судна были сотни беженцев. По словам очевидцев, лодка была перегружена и начала тонуть. На помощь подоспели спасатели и местные рыбаки, но спасти удалось только 169 человек. Сколько точно погибло, неизвестно. Губернатор региона сообщил, уже обнаружили тела почти всех жертв. При этом поисковая операция продолжается. По данным Международной организации по миграции, на борту было не меньше 450 человек и около 300 утонули. Ранее власть Египта сообщила, по ее оценке на лодке было почти 600 мигрантов – египтяне, суданцы, эритрейцы и самалийцы. Они, скорее всего, следовали в Италию. Четверо членов экипажа заткнувшего судна уже арестованы. Мигранты спешат воспользоваться теплым временем года, чтобы перебраться в Европу. Большинство лодок отходят от берегов Ливии, но в последнее время все больше стало отправляться из Египта. По данным Международной организации по миграции, больше 3200 человек погибли при попытке пересечь Средиземное море только в этом году. Более 300 тысяч добрались до берегов Европы. В прошлом году туда попало более миллиона мигрантов. Специалисты отмечают, общее число пересекших европейскую границу беженца в этом году вряд ли достигнет уровня прошлого года. Но число смертей, скорее всего, превысит число погибших в 2015-м. Международный уголовный суд в Гааге признал одного из лидеров группировки Ансараддин виновным в уничтожении строительских зданий в малийском городе Тимбукту. Ахмада Эль-Махди Аль-Факи приговорили к 9 годам лишения свободы. Прокуроры требовали наказания сроком 11 лет. Подсудимый признал свою вину и попросил прощения за содеянное. При вынесении вердикта суд учил сотрудничество подозреваемого со следствием и его хорошее поведение во время заключения. В 2012 году Ахмад Эль-Махди Аль-Факи участвовал в разрушении 9 гробниц и мечети Сидияхи в Тимбукту. Этот акт вандализма совершили боевики группировки Ансараддин. Уничтоженные ценности входили в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Международный уголовный суд впервые рассматривал дело об уничтожении культурных и исторических памятников. Представители международных правозащитных организаций надеются, что этот приговор станет серьезным предупреждением для тех, кто посягает на культурное наследие человечества. «Несмотря на срок, смягченный до 9 лет тюрьмы, это довольно жесткое свидетельство того, что мы принимаем эти преступления всерьез. Первое, что я чувствую, это торжество справедливости. Безнаказанность не должна быть ответом на уничтожение культурного наследия. Я хочу подчеркнуть, что культурное наследие принадлежит всему человечеству. Мы говорим о памятниках, внесенных в список всемирного наследия. Думаю, что справедливость восстановлена и для жителей Тимбукту». Между тем, некоторые жители Малийского города готовы простить бывшего боевика. «Тимбукту – это религиозный, великодушный и толерантный город. Ахмад Аль-Факи извинился, он сожалеет о своих действиях. Наша религия наставляет прощать, поэтому мы простили бы его». «Как мусульманин я верю, когда кто-то извиняется даже перед Богом, мы должны прощать их. Цель суда состояла в том, чтобы показать людям, за уничтожение культурного наследия могут осудить так же, как судят за убийство. Это главное послание, которое мы получили». Ахмад Аль-Махди Аль-Факи стал первым осуждённым за преступления, совершённые во время военного конфликта в Мали. Дебаты между Клинтон и Трампом посмотрело рекордное за 36 лет количество зрителей – всего 84 миллиона. В 1980 году более 80 миллионов человек наблюдали за дебатами между Рональдом Рейганом и Джемми Картером. При этом аналитики отмечают, при изучении популярности нынешних премий кандидатов в президенты не учитывалось количество тех, кто смотрел их онлайн через социальные сети и другие сервисы. Иран готов обсуждать ограничения добычи нефти только после того, как выйдет на досанкционный уровень. Речь идёт о 4 миллионах баррелей в сутки. Об этом заявил министр нефти страны на Международном энергетическом форуме в Алжире. Отказ Ирана разбил надежду рынка на то, что страны-члены ОПЕК на этой неделе достигнут компромисса, который поможет сократить избыток сырья. Эксперты говорят, что каких-либо результатов от неформальной встречи ОПЕК в Алжире ожидать не стоит. Многие рассматривают эти переговоры как подготовку к ноябрьскому саммиту в Вене. В Шотландию прибыл танкер с первой партии сланцевого газа из США. Судно доставило 27,5 тысяч кубометров голубого топлива для переработки на нефтехимическом заводе Инеос. Его доставили на фоне дискуссий в Великобритании о необходимости добычи сланцевого газа. В этом году истёк пятилетний мораторий на этот способ разработки ископаемого топлива, но правительство Шотландии продлило действие запрета на добычу. Укрзалезныця не будет отменять ряд пригородных поездов с октября. Отказаться от этой идеи решили из-за большой социальной значимости этого вида транспорта. Ранее предполагалось, что из-за долгов местных органов власти перед компанией она откажется от использования электричек и дизель-поездов для пригородных перевозок. Если ситуация с погашением задолженности не изменится, то Укрзалезныця отменит только некоторые остановки на маршрутах или сократит количество пригородных поездов в тех регионах, где руководство отказывается сотрудничать с перевозчиком. На Тайване из-за тайфуна Мэгги погибли 4 человека. Больше 300 получили телесные повреждения. 14 тысяч жителей эвакуированы. Около трех миллионов домов остались без света и еще 72 тысячи без воды. Стихия не обошла стороной и столицу Тайваня – Тайбэй. Так он выглядит сейчас. «Это был очень сильный тайфун, может быть, самый сильный в истории. Он опрокинул мои мотоциклы. В этот раз Тайбэй сильно пострадал». Скорость ветра достигала 160 километров в час. «Мы сидели дома и боялись, что окна разобьются в любой момент. Еще с нашей крыши сдуло бочку для воды. Раньше такого не было». Фронт тайфуна Мэгги большой в диаметре. Школы, офисы и финансовые рынки закрыты. Отменены сотни международных авиарейсов. Приостановлено движение поездов. Для Тайваня это уже третий тайфун за месяц и семнадцатый за год. Ударив по острову, Мэгги обрушился и на материковый Китай. Там эвакуированы больше ста тысяч человек. Миллиардер и глава аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск изложил свой план освоения Марса людьми. На заседании Международной астронавтической конференции в Гвадалахаре он рассказал, что SpaceX разрабатывает гигантский космический корабль. Он сможет перевозить 100 пассажиров и 450 тонн груза. Маск считает, что в будущем на Марсе создадут самостоятельную цивилизацию, которая сможет поддерживать жизнь на планете. Но для того, чтобы доставить туда большое число людей, нужно уменьшить стоимость перелета. Согласно разработанному плану, долгое время полеты будут довольно дорогими. Но этот план также позволит постепенно уменьшить стоимость билета до 200 тысяч долларов, может быть до 100 тысяч. Это зависит от того, сколько человек будет взято на борт. Маск показал видео с предполагаемым полетом на Красную планету. Когда пилотируемый корабль выведут на орбиту Земли, разгонный блок вернется для повторного использования. Каждый корабль сможет выполнить 12-15 полетов. Предполагается, что рисов будет около 10 тысяч. Таким образом, на Марс доставят миллион человек. Корабли будут строить из композитного материала и оснащать их кислородными метановыми двигателями Raptor. Первая миссия на Марс компании SpaceX запланирована на 2018 год. На планету отправится беспилотный корабль «Ред Дрэгон». Он испытает технологии, которые обеспечивают приземление и посадку. Пилотируемый корабль может полететь на Красную планету уже в 2024 году. Затем SpaceX намерена отправлять корабли к Марсу каждые 26 месяцев. «Мы покажем, что это возможно, что мечту можно сделать реальностью». На реализацию плана колонизации Марса требуются значительные средства. Глава SpaceX надеется на поддержку спонсоров и сам продолжит вкладывать деньги. «У меня нет никакой другой мотивации для накопления средств, кроме как иметь возможность внести наибольший вклад в то, чтобы создать условия жизни на многих планетах». Маск предупреждает, нет никакой гарантии, что будущие колонизаторы Марса выживут во время опасной миссии, но надеется на положительный исход. Археологи Гватемалы обнаружили гробницы до Колумбовой эпохи. Их нашли во время раскопок в департаменте Петен, который граничит с Мексикой. Ученые говорят, это поможет пролить свет на противостояние двух городов государств Майя в классическую эру Месоамерики. Это период с 250 по 900 годы нашей эры. Обе гробницы расположены на северо-востоке Петена, в 500 километрах от столицы Гватемалы. Исследователи отмечают, их не разграбили. С 2000 года археологический объект в городе Майя – Хамуль, где нашли гробницы, круглосуточно охраняют рейнджеры. Они также защищают строения города от эрозии при помощи навесов. Таким образом, они признаны одними из наиболее сохранившихся в регионе архитектурных сооружений Майя. Я бы даже сказал, что находка этого года – это одно из наиболее хорошо сохранившихся строений до классической эры всего региона Майя. В 2013 году этот фриз из храма Хамуля, датированный 590 годом нашей эры, изменил представление ученых о Майя. До этого считалось, что они были не воинственной цивилизацией. Недавние находки тоже важны. Одна из гробниц может принадлежать правителю. Каануль и Тикаль – два города государства Майя. Они сражались за территории и влияние. Археологи надеются, что находки прольют свет и на политические изменения, которые происходили в то время. В одной из гробниц обнаружили останки человека средних лет. С ним была посуда и нефритовое украшение. Оно, по мнению археологов, военный трофей. «Это удивительная находка. Мы работали там уже 16 лет и находим подобное впервые. Среди подношений найдены изделия из керамики, кости и ракушек. Самым интересным является то, что на нефритовом ожерелье написано, что оно принадлежит правителю из другого места». Археологи надеются выяснить, как украшение попало в гробницу. Они также хотят узнать, как развивалась цивилизация майя самых первых лет ее основания и каковы были отношения между жителями. Цивилизация процветала в Центральной Америке и Мексике 2000 лет. Приблизительно в 900 году нашей эры древние майя по непонятным пока причинам начали покидать свои города.